Иисус пошел с ним. За ним следовало множество народа и теснили его. Я хотел бы, чтобы мы это запомнили, что народ его теснил, что он не просто шел, а его теснил народ, потому что он шел к начальнику синагоги Иаиру, потому что начальник синагоги пригласил его, упав буквально перед ним на колени. Можете себе представить, начальник синагоги падает перед Иисусом Христом. Это какое признание? Признание господства, признание, что он учитель, признание, что он чудотворец, чтобы он пришел только в его дом и помолился за его дочь, которая лежала при смерти. Собралось очень много народа, народ его теснил, то есть были там десятки, сотни людей, которые хотели видеть, что будет делать Иисус. Одна женщина, которая страдала кровотечением. Я хочу вам сегодня сказать, я показываю сегодня пример сфокусированного мышления. Вот мы все так должны думать. Мы находим местописание, которое нам непонятно, и мы начинаем его копать, мы начинаем его исследовать, мы берем параллельные какие-то места, мы берем какие-то толкования, мы начинаем сами просто думать, почему это произошло, каким образом, что с ней было на самом деле, что это за болезнь такая, кровотечение. 12 лет. Много потерпела от многих врачей, истощила все, что было у ней, и не получила никакой пользы. Но пришла еще в худшее состояние, услышав об Иисусе, подошла сзади в народе и прикоснулась к одежде его. Ибо говорила, если хотя к одежде его прикоснусь, она это говорила в самой себе, это были ее мысли, слышите меня, это была ее программа. Если я хотя бы к его одежде прикоснусь, выздоровею. Когда она прикоснулась, 29 стих продолжает. И тотчас иссяк у ней источник крови, и она ощутила в теле, что исцелена от болезни. В то же время Иисус, почувствовав сам в себе, что вышла из него сила, обратился в народе и сказал, кто прикоснулся к моей одежде? Ученики сказали ему, ты видишь, что народ теснит тебя, и говоришь, кто прикоснулся ко мне? Но он смотрел вокруг, чтобы видеть ту, которая сделала это. Женщина в страхе и трепете, зная, что с ней произошло, подошла, пала перед ним и сказала ему всю истину. То есть она все рассказала, всю свою историю. Он же сказал ей, чей вера твоя спасла тебя, иди в мире и будь здорова от болезни твоей. Я хочу, ну просто чтобы мы вот эту ситуацию увидели другими глазами. То есть идет толпа людей, все теснят Иисус, как вы думаете, легко ли было этой женщине пробиться к Иисусу Христу? Там просто вот, ну как, там один, там апостол Петр чего значил, да, там с потайным мечом у себя, там где-то там, просто апостолы, ну вот в одном фильме про Иисуса Христа очень хорошо эту картину показали. Толпа теснит, а апостолы вот так, они стараются отградить толпу от Иисуса Христа, чтобы Иисуса не раздавили просто. Иисус идет, ну вот так, он идет так, неспешно, короче, толпа теснит, и апостолы выполняли роль вот такого, ну как бы заслона какого-то пленого, то есть они локтями как-то пытались, чтобы народ к нему не пробился, чтобы они его там, ну как говорится, просто вот. И все равно получалось так, что они теснили его, то есть они прикасались к нему. И вот женщине каким-то образом удалось, то есть какая у него была вера, какое у нее было сфокусировано мышление, то есть она сфокусировалась на том, что я любой ценой прикоснусь к этому человеку, потому что она слышала о нем, она слышала о том, что он творит какие-то невероятные чудеса, она слышала историю там о том, что парализованные стоят, о том, что слепые начинают видеть, о том, что глухие начинают слышать. От рождения, то, что в Израиле уже давно и не слышал никто, то есть люди, которые рождались уже искалеченными, Иисус и такие болезни исцеляет. И она поверила о том, что если меня никто из докторов не смог вылечить, я хочу сказать еще один такой факт о том, что эта женщина имела имение, то есть это была не бедная женщина, у нее было имение, у нее был какой-то финансовый статус. Библия говорит о том, что он все свое имение, что она истощила над докторов. Вы слышите меня? И стала из богатой женщины, стала бедной женщиной, во всем нуждающим, финансовой, такой нуждающейся. По закону она согрешила. Вы слышите меня? Потому что она понимала, что даже войдя в народ, то есть я думаю, что она была в каких-то пленых таких одеяниях, которые скрывало ее лицо, чтобы ее не узнали. Потому что если бы ее узнали, толпа бы ее там просто бы убила. То есть ее бы побили камнями там же, вот в этой толпе. Более того, она понимала, что она скверняет сейчас людей, потому что они к ней прикоснаются. Она понимала, что если она прикоснется к учителю, к Иисусу Христу, этим прикосновением она сквернит Иисус Христа. И понимает, через какое сопротивление, мысленное сопротивление. И все равно что-то ее вело к нему. Потому что она понимала. Она понимала, что если только она прикоснется, вот все ее страдания, все ее мучения тут же закончатся. И она будет чиста. И она будет исцелена. И она будет здорова. На это она уповала. Я хотел бы Людмиле немножко дать свои чувствования. Вот как тебе было пробиваться к Иисусу, чтобы мы немножко прониклись. Потому что мы сейчас сфокусированно думаем об этой ситуации. Чтобы наше мышление стало как мышление Христа. Что ты чувствуешь? Я думаю, что у Людмилы это близко, потому что она была в этой ситуации. Она свидетельствовала, поэтому я могу это как бы повторить, потому что сейчас ей тяжело разговаривать. Но у Людмилы был когда-то страшный диагноз, который врачи озвучили и сказали, что у нее рак. И она сегодня в наших рядах. И сегодня благодаря той вере, что она верила в Иисуса Христа, она пробилась к Нему, и она получила исцеление. Она по сей день, несмотря на то, что она проходила курсы химиотерапии, сегодня мы видим перед собой прекрасную цветущую девушку. Давайте мы поаплодируем. Я думаю, что у Людмилы это очень близко. Я сейчас реально пережила те моменты, которые я переживала. И Дух Святой опять коснулся ко мне. Я понимаю, что это не по моим заслугам. Я здорова на данный момент. И действительно, когда я узнала диагноз, сразу пришли вот эти мысли о дьяволе. Что я могу умереть, что я могу не увидеть, у меня двое маленьких детей, что я могу не увидеть, как они вырастут. И вот эти мысли приходили. И вот как пастор мне начинал что-то говорить, так и дьявол говорил в мою жизнь. Но слава Богу, что однажды Иисус пришел, и я как-то, женщина, слышала на протяжении многих лет, что люди исцеляются. И я в воскрешениях видела. И написано в Библии, что Бог, Он вчера, сегодня и вовеки тот же. И если Он кого-то исцелил, то почему Он меня не исцелит? И я просто стояла на том слове, которое говорил Бог. И я верила, что я не умру, но буду жить и возвещать Господню, что я увижу детей моих детей. И так как эта женщина верила, что если она хотя бы прикоснется к Нему, то она получит исцеление. И также я, несмотря на эти мысли, которые приходили, я верила, что если я буду провозглашать Слово Божье, то я буду исцелена. Если я буду верить, то эта победа придет в мою жизнь. И каждый день я провозглашала, хотя я это не чувствовала, врачи говорили обратное, но я верила, как эта женщина. И я получила эту победу, я получила это исцеление. А сколько лет уже прошло после того, как тебе поставили этот диагноз? Ну, это в 2014 году было, получается, 14 лет. В 2014 году? В 2014 году, да, 4 года, получается. И я понимаю, что это только чудо Божье, потому что сами мы ничего не можем. Но из-за того, что как бы Бог в меня посеял это Слово Веры, и я верила и получила. Вот, и, конечно, эта ситуация сейчас, да. Я не думала, что я вдруг расплачусь, я не собиралась это делать, но прям Дух Святой меня очень сильно сейчас коснулся, и я пережила вот снова Его любовь ко мне. И это действительно, слава Богу. Чувствуешь ли ты себя сейчас какой-то нечистой там или осквернённой? Нет, я чувствую себя прекрасной. Спасибо большое. Спасибо, Лена.